Девушки отдыхают Сегодня здесь на территории Приднестровского пейнтбольного клуба пройдет ежегодный международный турнир, посвященный Дню защиты детей. Первый Приднестровский телеканал не мог сидеть в тылу и мы отправились в разведку. Алексей, расскажите о сегодняшнем турнире. Сегодняшний турнир мы проводим ежегодно. Он проходит каждый год, он приурочен к Дню защиты детей. Но так совпало, что в этот день именно мы открыли свой клуб. Здорово. Сколько команд обычно у вас участвует в турнире? Ну, минимум это 6-7 команд. Максимальное количество не могу сказать. Все команды наши, Приднестровские, либо есть их гости. Как правило, команды Приднестровские, местные, но бывает к нам приезжают гости из Молдавии или Украины. Призового фонда на тренир не будет, он у нас проводится, опять же, за мир во всем мире. При этом ради удовольствия, это самое главное, адреналинное удовольствие. При этом кубки, это стандарт, опять же, грамоты. Плюс какой-то престиж, потому что эти команды все нами запоминаются, они имеют какие-то дополнительные скидки, опять же, победители. Здорово. Пожелаем всем удачи и вам хорошего турнира. Спасибо большое. А вот и они, ученики Парканской средней общеобразовательной школы-интернат, команда пограничники. Именно эти парни хотят занять первое место на турнире. Надеюсь, ребята запаслись зеленкой, подорожником и йодом. Витя, зачем ты стреляешь? Расскажи. Ну, стрелять просто нравится. Это адреналин и все такое еще. Вот расскажи мне, пожалуйста, зачем тебе это? Это много адреналина, радости. Как сделать так, чтобы был мир во всем мире? Пройтись, прожить как-то без войны. Что самое важное для детей в этот день, как вы думаете, или вообще в мире? Радость, мир, веселье. Игра в пейнтболл доставляет тебе радость, мир, веселье? Да, конечно. Ты такой маленький уже хорошо стреляешь? Ну, занимаюсь много. Девушка, которая возьмет в руки оружие, как зовут? Юля. Как будет команда ваша называться? Пограничники. Почему? Потому что мы любим свою родину. И будете ее защищать, да? Всегда. Твой любимый вообще герой боевиков? Шванснегер. Почему? Он мощный. В Брюс вылез. Бэтмен. Дядя Сережа. А вот, кстати, дядя Сережа. Ну, а пока ребята проходят обязательный урок по технике безопасности, мы с вами пройдем урок истории. Появление пейнтбола окутано легендами. Одни утверждают, что пейнтбол зародился в 70-х годах 20-го века в недрах ЦРУ. Другие приписывают изобретение МОСАДу, ведомству разведки и специальных задач Израиля. Третьи утверждают, что пейнтбол придумали для психической разгрузки ветеранов войны во Вьетнаме. Но есть еще более древняя легенда. Она относит нас к 1878 году, когда первые оружия, стреляющие краской, были изобретены во Франции для тренировки в Польск. Впосредствии подготовленные таким способом солдаты прекрасно показывали себя в условиях реальных боевых действий. Спустя 59 лет идея французов приглянулась руководству Генерального штаба германских войск. Тут же группой инженеров был разработан новый вид тренировочного оружия, который стал именоваться саксонским оружием. Практически точное подобие современного маркера. Самая распространенная версия появления пейнтбола относится к Северной Америке. В 80-х годах ковбои решили отдохнуть после своих тяжелых будней и пострелять друг друга из краскопульта, которыми они метили коров и лошадей. Ну и ребят затянуло. Кстати, канадские лесорубы тоже претендуют на звание отцов пейнтбола. Они краскометами метили деревья, которые потом рубили. Ну а легенду появления нашего пренестровского пейнт-клуба нам расскажет Сергей. Здравствуйте. Слушаем вас. В 2008 году усилиями двух Сергеев, это Сергея Лисецкого и Сергея Пономаренко, было предложено создать пейнтбольный клуб на базе ГТК ПМР. Меня пригласили, поскольку я в то время был свободен. И очень быстро создали клуб, который до сих пор живет, работает. 31 мая мы создавали клуб ко дню защиты детей. 31 мая нам будет 7 лет. Основная задача клуба – это военно-патриотическая работа с молодежью. Почти все руководство клуба – это офицеры дельты, бывшие, в которых в запасе находятся. Мы учим всех детей, чувствовать плечо товарища, не подводить, не поставлять в спину, любить Родину. И еще никто не уходил от чего-то с плохим настроением. Пытаемся привить всем и каждому любовь к этому виду отдыха, спорта. Думаю, получается. Понимаю команды. Три, два, один, игра! Кто сказал, что мир бездельственный покой? Кто сказал, что счастье не добыть стрельбой? Мы из тех, кто битвы, каждый день готов. Нам накал в тресте лишь будоражит кровь. И души наши греет колоссальный экстрим. А тому виной он адреналин. Мужчины, я желаю вам в турнире победы, отваги и мужества. И предлагаю в честь праздника Дня защиты детей трехкратное ура! 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 Ура!